И у нас в студии сегодня Алжас Бактыбаев, генеральный директор ТО Антустык Азык Тулык. Здравствуйте, Алжас. Добрый день. Как поживает Стабфонд? Мы готовы к зиме? Стабилизационный фонд, как бы говоря, по-простому всегда готов. Мы в любое время суток, в любое время года выполняем свою работу на благо населения области, нашей Южно-Казахстанской области. На сегодняшний день у нас хранится свыше 2800 тонн муки первого сорта, свыше 1000 тонн сахара, картофеля свыше 1500 тонн. Морковь есть, макаронные изделия, подсолнечное масло. В общем, ряд продуктов первой необходимости у нас имеется. Как выбирались эти продукты первой необходимости? Потому что много, почему нет тех товаров, спрашивают, почему нет этих товаров. Людям выгодно покупать в Стабфонде. Понятно, что цены гораздо ниже рыночных у вас стоят. Если, например, сейчас картошка по 100 тонн, у вас 65, она будет. Правильно? Да. Ну, если кратко говорить, вообще стабилизационный фонд, программа формирования использования стабилизационного фонда была создана в 2012 году согласно закону о развитии сельских территорий и агропромышленного комплекса. А также на основании постановления 12.80, постановления правительства, где определяется порядок формирования использования стабилизационного фонда. На территории нашей области создана комиссия по управлению стабилизационным фондом, куда входят члены, как и общественных независимых объединений неправительственных, также и работники Акимата, соответственно, управления, это предпринимательство и сельского хозяйства, рабочего органа, который определяет перечень, объем закупаемой продукции и, соответственно, цену, по которой либо продавать, либо реализовывать должны. Нам определяет данные, комиссия определяет перечень, выносит на основании этого рекомендации, после чего выносится постановление Акимата Южно-Казанской области, и на основании данного документа мы уже, это как к нам к исполнению документ идет, на основании него мы производим соответствующие интервенции. То есть вы проводите основной анализ рынка, потребность людей, и на основании этого закупаются продукты? У нас есть на стабильной основе мы производим мониторинг цен как на территории области, так же Казахстан, отслеживаем ближние и дальние зарубежья, это по основным продуктам первой необходимости, тенденции, прогнозы делаем, кроме того, используем данные департамента статистики, а также КАЗ Агромаркетинг по ценовой политике. На основании него, как вносится предложение в рабочий орган, который является управлением сельскохозяйства, и дальше уже, как по лесенке, они дальше выносят на рассмотрение комиссии данные вопросы. В общем, ситуация как бы постоянно, ну, держим руку на пульсе, да, и в соответствии с конъюнктурами и реальными нашего рынка определенные действия производятся. Откуда продукты закупаем? Ну, продукты, если говорить первоочередное, у нас как предпочтение отдается местным товаропроизводителям, казахстанским, в силу специфики, определенной специфики, это вот, например, у нас картофель, он поздний сортов, наш местный картофель, он не приспособлен к длительному хранению. Вот в хранилищах аж 6 до 8 месяцев мы должны хранить, в ходе которого мы берем в Туль-Кубасском районе Юико, кроме того, в северных областях, центральных и северных областях Казахстана. Картофель, лук приобретается как у нас в области, так и в соседней Джамбульской области. Сахар приобретается единственного производителя сахара на территории Казахстана, это Центральная Азиатская Сахарная Корпорация. Мука у местных производителей покупается, это на местных... А местным производителям с вами выгодно сотрудничать? Ну, соответственно, по условиям программы закупочная цена товаров должна быть выше рыночной, а цена, по которой мы уже реализовываем конечный продукт, она должна быть ниже рыночной. И разница составляет порядка 10-15% по сравнению, как вы можете уже заметить, с рыночными, даже с теми же оптовыми ценами мы вполне конкурентоспособны. А вот эта разница, она как перекрывается? Ну, по условиям программы у нас нет цели извлечь какую-то выгоду. Вообще программа, она с собой несет... Главная ее цель – это обеспечение агропродовольственной безопасности на территории области. И кроме того, исключение по возможности как вообще спекулятивных настроений, то есть перекупка там какой-то заоблачный, вот эти 50-100%... Ну, в общем-то, можно сказать, что Стабфонд, он держит рынок, он держит цены на рынках. Потому что, глядя на вас, ну, вот по показателям предыдущих лет, когда вот Стабфонд начал уже реализовывать свою продукцию, конечно, люди говорят спасибо. Почему? Потому что зима – такой период, когда всем приходится экономить. А Стабфонд дает такую возможность необходимые продукты купить гораздо дешевле, чем предлагает нам рынок. Да, по примеру имеют цене и неплохого качества. Единственное, тут вопрос заключается в том, что у нас как бы в силу того, что также в специфике региона у нас большой спрос и множество предложений. Поэтому в основном своем, как бы, оказывание регулирующего воздействия на рынок у нас, ну, нет надобности. Например, на сегодняшний день на оптовом рынке живых жилых лук можно закупить по цене 35-40 тенге, да? Оптом. Ну, оптом, там мелкий опт идет на порядок 5 тенге дороже. То есть в данном случае нам нет надобности как бы регулировать рынок лука, да? Вот таким образом мы можем как бы навредить тем же вот производителям, тем же, которые люди кормят своей семьей. Но у нас таких целей нет. Ну, мы можем сказать, что вы не производители держите, вы держите рынок, то есть тех перекупщиков, которые завышают в разы цены. Да, мы не даем им возможности гнаться за сверхприбылями и как бы... Причем при этом ничего не делая, да, а просто получая доход. Тот же лук по 100 тенге и вот тебе двойная-тройная цена. Да, это вот программа, одна из целей, которую правительство и создало, чтобы люди покупали достойный как качество продукт по социальным таким приемлемым ценам. Алжас, спасибо большое. Давайте скажем, когда машины стаб-фонда уже выйдут на рынок и мы можем приобрести продукты? Ну, согласно последнему решению комиссии, а также постановлению Акимата, мы уже готовы с 1 ноября обозначиться на рынках, а также работ открытой для сотрудничества со всеми предпринимателями города Шимкент и Южно-Казахстанской области. Единственное, сейчас на первых порах мы будем обозначаться на еженедельных ярмарках. Кроме того, соответственно, через средства массовой информации будут поданы соответствующие объявления, по каким ценам, где можно приобрести какой товар. И любой желающий сотрудничество с нами предприниматель и тех же конечных потребителей могут купить по данной цене товар. Ну, все, спасибо вам большое. А сейчас немножко отвлечемся от этой темы. У нас утро. У нас на столе напитки. Вы их узнаете? Да, это наш отечественный, как бы, шимкентский продукт, который уже зарекомендовался, уже... Ау-визит. Ау-визит, да. Вкус нашего детства. Вкус детства. У нас как раз тархун и легенда. Так, вот эти вот два напитка мы дарим вам. Спасибо большое. От себя, от компании. И хотелось бы обратить, тархун знают все. Да. Этот вкус знают все. И вот есть еще легенда. Там очень много целебных трав, натуральных трав. Все натуральное. И причем я хочу сказать, что там содержится корень солодки. И вы как раз сейчас, в осенний сезон, рекомендую пить. Спасибо большое. Солодки – это отхаркивающие средства. И если вдруг, не дай бог, заболеете, ну, в принципе, главное не холодное. Так что это вам. Спасибо большое. И еще один вам подарок – это свежий выпуск газеты Рабат. С удовольствием. Приходите к нам чаще. Спасибо. До свидания. До свидания.